звездный завтрак на радио шансов ну что ж дорогие друзья мне это звездный завтрак и сегодня у нас завтракать вместе с нами певец и музыкант композитор продюсер и аранжировщик брэндон стоун доброго мы с огромным удовольствием приветствуем и которого клип на песню которого мы смотрели только что но это конечно это до мурашек абсолютно верно да вчера состоялась премьера этого клипа сегодня мы смотрим тоже наслаждаемся но впервые мы смотрели вот с марина во всяком случае нам очень понравилось спасибо большое я тоже впервые на экране сейчас смотрел вау картинка ну расскажи пожалуйста как снимался клип чья идея кто режиссер все подробности нас очень интересует да режиссер рустам романов ну я я первый раз с ним работал у меня очень много клипов но с ним я работал в первый раз но просто гений за день снять такую картинку такое количество людей я смотрю думаю ну минимум три-четыре дня это точно там больше ста человек мне кажется да присутствовал на съемочной площадке я когда заезжал я заезжал позже чем они начали снимать они в 6 утра начали и я заезжаю подожди это мой клип или что там творится или здесь какая-то идет снимается какой-то фильм да художественный про войну да 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 я заезжаю а там чек 100 или 200 и я просто в восторге и так подобраны образы каждый был в своем образе каждому такое ощущение что я попал реально в сорок первый год все четко знали что они будут делать в этом клипе это раз потом сами сами лица подобраны так детей вообще всех каждое лицо это просто какой-то ну а солдаты офицер вообще когда я заезжал на площадку я ну ладно там когда картинку видишь уже постпродакшен но именно атмосфера когда ты уже на машине просто заехал я такой на военном автомобиле за ее на своем огромное количество военной техники стояла просто я еле проехал потом к своему гримвагену но было просто ощущение что я попал в прошлое прям уже царила вот эта атмосфера и ребята все кто там на площадке находились просто вошли так в роль что я уже не отличал где я нахожусь сорок первом или нашим в двух тысячи двадцать сколько ты освободился уже скажи то есть это уже был вечер поздний или не совсем не поздний где-то к девяти вечера то есть нормальный съемочный день 6 до вообще 6 до 6 ну да 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 9 получилось но я считаю что такой клип снять за 12 часов ну просто да друзья если вдруг вы по каким-то причинам еще не посмотрели клип на песню правда без лица то у вас есть такая возможность в социальных сетях в том же самом ютубе да можно посмотреть где можно просто убиваете поисковике правда без лица клип и все будет видно да и и во вторых конечно хочется сказать михаилу сафарбекович его огромное спасибо за такие гениальные стихи музыка твоя музыка моя музыка твоя аранжировка тоже моя ах какой-то молодец друзья если у вас есть вопросы сегодняшнему нашему гостю к брэндону стоуну то не стесняйтесь задавайте плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три ноль вайбер васап смс работают ну а мы вернемся уже совсем скоро звездный завтрак на радио шансон брэндон стоун у вас сегодня в звездном завтраке друзья почему спросите нас вы да потому что вчера состоялась грандиозная премьера клипа на песню правда без лица на песню михаила сафарбековича гуцериева и на песню можно сказать и брэндона стоун потому что он и композитор и аранжировщик этого произведения но мы говорим о клипе все-таки делаем упор именно не на него расскажи нам пожалуйста где проходили съемки что еще сопутствовало вообще всему что мы видим сегодня на экране еще раз доброе утро включил радио шансон клипа снимался в москве на локацию знаешь конкретную ленинск а вот мы тебе скажем это институт физических проблем российской академии наук в котором 50 лет отработал выдающийся советский физик и нобелевский лауреат петр капица я не знал вот теперь вот теперь я знаю как ты будешь дальше жить пристыдили знаешь пришел рассказать о клипе я не знал где снималась но я просто мне сказали приехать на ленинске я приехал заехал и увидел всю эту красоту и понял что будет очень душевно и очень красиво а получается что в съемках принимали участие не только актеры но еще и вот ребята которые занимаются реконструкции великой отечественной войны которые вот все проводят эти мероприятия да актеры массовых сцен да каскадеры да 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 все мы принимали участие очень много людей и в так жились в роль что уже было не различить каком я же уже говорил каком году реально мы находимся но это это просто гений которые сделали свою работу и так шикарно всех еще загримировали а еще шили костюмы при этом я думал что все взято на прокат и сзади кино смотри но если ребята занимаются реконструкции великой отечественной войны наверно у них есть уже эти костюмы или нет есть но под каждого все равно надо было подшить чтобы они чтобы они селись да дети девушки вот они с цветами то есть действительно смотришь этот клип и ощущение что это какое-то кино как будто ретро-кино такой хороший это просто вот из этого фильма фрагменты и думаешь а где полностью фильм посмотреть вот такие ощущения когда смотрят значит я думаю что должно быть продолжение вот да хотелось бы а расскажи вообще как у тебя по и родилась эта музыка к этим стихам вообще как все это появилось просто изначально были же стихи и я знаю что меня мой коллега руслан алихнов пел эту песню уже вот но почему-то михаил сафарбикович послушал мою песню жираф на стихи николая гумилева кстати и он очень захотел чтобы я в этой стилистике написал именно музыку к этим словам и попросил просто попробовать а вдруг что-то и получится и сначала я прочитал потом потом долго еще плакал потому что это конечно такие стихи которые до мурашек и сел и написал музыку вот потом вот сел и написал серьезно серьезно тебе не понадобилось на это месяцы каких-то один день пришло и я сделал сразу накидал аранжировку послал и он сказал что супер давай делать и я очень очень рад что именно такой аранжиров не вероятно вышла эта песня удивительно получается вот музыка в тебе всегда так легко рождается или я написал более чем 700 песен за свою жизнь серьезно серьезно и сколько же лет ты уже пишешь песни и какая у тебя производительность сколько песен в год час вот ты сейчас с нами беседуешь уже 18 минут написал уже какой-то я могу сейчас спокойно сесть и написать песню вообще не проблема я я начал с 17 это значит что он более чем 20 лет я пишу песни раньше конечно я писал много марин ты хорошо у тебя с математикой за 20 лет 700 песен сколько песен в год давай расскажи мне сколько песен в год но я мог писать в день 3-4 теперь я пишу например только тогда когда вот приходит сейчас при реже конечно но но зато четко смотрка скажи пожалуйста а стихи ты их песням пробовал писать я пишу и стихи тоже теперь да когда я переехал жить в россию пять лет назад вот тогда я начал писать именно и что повлияло на тебя почему именно присутствие в россии тебя вдохновило на поэзию нет я просто я просто начал больше общаться с русской публикой давать больше концертов и когда уже все время разговариваешь на русском а не только на немецком на грузинском на английском на иврите как на сколько языков ты знаешь я знаю 5 вот и начал писать из стихи на свои песни теперь практически когда михаил сафарбекович не пишет стихи на мои песни то на их я ну что же дорогие друзья у нас сегодня в гостях так можно добавлять уже теперь и полиглота то есть певец музыкант композитор продюсер аранжировщик участник шестого сезона шоу талантов голос и полиглот знающих пять языков брэндон стоун если есть у вас вопросы к нашему гостю то не стесняйтесь задавайте плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три ноль в айбер ватсап и смс звездный завтрак на радио шансон вот такая грустная лирическая песня от брэндона стоуна под названием папа прозвучала в нашем эфире спасибо что взяли и чувствуется что история на самом деле вполне себе автобиографично именно так ну расскажи нам об этой песне почему ты решил написать ее папе потому что я люблю своего папу дай бог здоровья и посвятил посвятил конечно ему и в лице моего папы всем отцам у кого живы дай бог здоровья долгих лет жизни конечно это это про моего отца который всю жизнь вместе с мамой меня поддерживали и поддерживали именно в смысле чтобы я стал музыкантом то есть они рассмотрели они смогли в маленьком брэндоне рассмотреть великого артиста и уже понимали что надо парню дать сцену и ни в коем случае его не сворачивать с этого пути да и не только это он он столько всего делал для меня чтобы я чтобы я шел по дороге музыкантом мы же переезжали из страны в страну нас очень было много переездов об этом кстати ты был тоже мог рассказать почему ты родился в грузии оказался в германии как вас туда занесло кем работы родители мои папа главный инженер по камазом мама которые очень популярны в германии нет пришлось убежать война началась девяносто первом в грузии и поэтому мы уехали уехали сначала в израиль потом америка была вот потом уже в германии очутились и вот в германии началась конечно же моя карьера до этого я всегда занимался музыкой но папа очень хотел что чтобы я стал джазовым пианистом приходил какую-то консерваторию я закончил консерваторию в берлине по классу джазового фортепиано занимался по 9 часов в день делал параллельно аранжировки на так даже не было компьютеров были синтезаторы я эту историю рассказал на концерте но раз мы прям эфире почему ранее снял папа и почему такая поддержка от папы он прям он и он и мама не только папа просто эта песня про папу поехали в грузию продали квартиру купили мне синтезатор один синтезатор а вот чтобы я мог делать аранжировки вот я захотел в 13 лет самый крутой синтезатор который только марта или ролланд нет соник тс-10 вот и он тогда стоил 6700 долларов откуда у нас такие деньги у нас не было ничего поехали с мамой продали квартиру купили синтезатор вот один вот этот я стал делать оранжировки ну вот молодцы родители сделали всю ставку и сделали ставку правильную да а ведь представляешь как было бы обидно купить вот такой дорогой а парень да парень просто подумаем мне вообще-то нравится футбол да я вот хочу играть в дурманской боруссии извините заберите синтезатор продайте верните квартиру брендана горят глаза и видно что музыка это его жизнь поэтому конечно родители это почувствовали и поддержали а вообще папа какую музыку любит что слушает он твой критик или он тебя всегда хвалит любом никогда не хвалил он всегда он каждую песню критиковал здесь может что-то не так да он очень любил битлзов не ставил всю жизнь я слушал в детстве битлз фредди меркьюри а бабушка ставила марка бернеса кстати то есть я раз спасибо бабушке за то что мы сейчас слушаем песни на русском языке именно так вот и но он очень любит вот прям мажорные аккорды а я человек минорный я люблю лирику больше хотя я пишу очень много быстрых песен если кто-то вот сейчас слушает заходите просто включите брендан стоун и там вам выйдет песен сто просто быстрых но лирика все равно моё поэтому а папа всегда критиковал почему не пишешь быстрой песни в мажоре и потому что я такой человек у меня душа минорная поэтому я живу кстати сейчас в россии они они в германии потому что немцы они мажорные люди они любят все в мажоре все такое все что не давит на жалость это вот а я люблю все что вот красивое чтобы чтоб душа поплакала и я понял что именно российская публика это моя публика это уже после того как с михаилом задорновым начал работать много лет и он конечно привил меня и и и мою любовь к русскому языку и литературе и к русскому народу но это наверное позже расскажу друзья да задавайте свои вопросы плюс семь девятьсот девять пять пять сто три ноль вайбер ватсап смс работает напомню что у нас в гостях сегодня брендан стоун и говорим обо всем и о музыке в том числе звездный завтрак на радио шансон и сегодня у нас в гостях звездном завтраке брендан стоун расскажи пожалуйста слушай я вот кстати по поводу твоего голоса когда слушаешь твои песни у тебя такой прям чистый хрустальный голосок и вот сейчас ты разговариваешь что ты делал вчера вечером я пел вчера вечером пел сколько тебе нужно чтобы восстановился голос и что ты будешь делали то чтобы он становился не нужно было поспать я лег конечно в 4 утра потому что был корпоратив ну и конечно встал в семь но не выспался с другой стороны я всегда вот так разговариваю потому что я не напрягаю свой голос как например басков он всегда вот так заходит и уже разговаривает а я не напрягаю но когда начинаю петь я уже хрипотца уходит и совсем по-другому но я просто на расслабоне поэтому вот так раз мочили брендан расскажи скоро же много концертов у тебя по россии планируется где тебя слушателям в ближайшее время в каких городах тебя ловить да мы берем сачок берем огромный сачок чтобы тебя вылавливать в каких городах давай сейчас же был концерт вега сити холли потом был в петербурге давай не про то что было нет я поэтому решил что надо дальше надо дальше радовать своими песнями и поддерживать женскую аудиторию на север на юг на запад 20 августа махачкала дагестан большой сольный конец шел в сторону юга до госфилармонии да потом вот мы после махачкалы в сентябре у меня 13 сентября иванова 14 сентября ковров 21 сентября тула после этого будет в октябре будет кстати новосибирж 25 и если кто-то сейчас слушает меня в канаде то 10 октября в канаде в торонто первый сольный концерт ничего скажи про концерты это какая-то концертная программа или всегда в каждом городе разные нет а сейчас она называется за любовь вот и она такая больше психологическая я очень много песен вышла которые поддерживают именно женскую аудиторию песня например полюби себя прежде чем любить научись сама собой жить утром просыпаясь говорить ты прекрасна такие вот слова и эта песня кстати стала одной из самых моих популярных получила сейчас платиновый статус за 10 миллионов скачиваний этой песни и после этого я написал очень много песни поддерживающие женскую аудиторию когда нету веры в себя когда ты хочешь идти дальше или если тебя бросил мужчина которому ты все время возвращаешься для этого из песня ты будешь сильной без него в общем вот такие вот песни и вот в концерте как раз немножко выходит такой он красивый морально психологический концерт для для женской аудитории то есть это такой марафон женских желаний у тебя практически плюс минус но при этом при этом все танцуют нету там медленных песен которых там две-три медленные ну правильно потому что папа же все время на концерте он тоже хочет чтобы все веселились песня папа песня жираф это для тебя такие исключительные случаи да что они не очень такие не очень веселые скажем так про подумать про задуматься о чем-то важно папа обязательно на концерте даже что исполняю эту песню жираф кстати очень редко так уж получается а вот именно да про любовь за любовь и и все что касается любви женской половинки у нас есть несколько минут побеседовать как ты попал на шоу голос зачем тебе это все нужно было мне да вот этот телепроект еще как пригодился я я во первых очень любил этот проект во вторых очень хотел туда попасть потому что не было большого охвата то есть меня знали но но не широкая публика и я знал что мой трамплин это именно шоу голос и уже на шестой сезон я подал заявку как и все простоял очередь 150 человек прошел кастинг хотя мог позвонить и нам пройти константину я как и все остальные не больше чтобы не говорили что по блату не было блата послал заявку как все прошел и прошел потому что понравился и я рад что я дошел до финала и появилась аудитория когда я спел песню истории одной любви вот тогда я понял что по и проснулся знаменитым да в россии мне позвонил леонид агутин мой наставник что ты сделал я что я сделал а я как раз у меня был концерт не знаю мне звонят со всех уголков страны это что у тебя за парень который выступает но приятно было после этого уже начались концерты я начал выпускать много песен и именно вот был такой трамплин для меня для массовой аудитории это шоу голос поэтому я его использовал по максимуму ну что же дорогие друзья плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три ноль вайбер ватсап эсэмэс если вы хотите задать вопрос нашему сегодняшнему гостю брэндону стоуну то пожалуйста поторопитесь потому что время неумолимо летит вперед звездный завтрак на радио шансон завтракаем мы сегодня с брэндоном стоуном посмотрели мы сегодня клип на песню правда без лица клип потрясающий друзья если вдруг вы еще не видели обязательно посмотрите на всех цифровых площадках правда без лица клип очень трогательный сильный и невероятно спасибо спасибо брэндону за необыкновенное исполнение песен слушаю всегда с оцепенением и дачи и много новых шикарных песен желает тебе наталья спасибо спрашивает как повлияло ли сотрудничество и дружба с михаевом задорновым но то влияние если хочешь расскажи иначе рассказывать а потом мы тебя перебили ну конечно повлияло во первых то что я здесь живу в россии то что он тебя за руку привез что ли не он он как ты познакомился с миха давай вот так как я познакомил на конкурсе новая волна я же еще был участником конкурса новая волна и он ко мне подошел и говорит вот так они не подошел пусть придет вот ко мне подведите парня я хочу с ним познакомиться и сказал что я очень классно пою и хочет пригласить на свой день рождения на следующий день к нему на дачу и я пел на даче и он говорит слушай сколько языков пока я проходил с гостями услышал ягона 15 наверное на 15 языках я ему там спел на на разных давай у меня завтра концерт мой юбилей мне 60 лет в зале динтери хочешь со мной выступить и мы сделаем такой номер на 15 языках мира и я вот первый раз с ним вышел на сцену ему очень понравилось как публика реагирует он говорит если ты хочешь со мной выступать я могу тебе хотя бы как-то помочь с русским языком потому что совсем все плохо учись у меня следуя моим советам а главное читает русскую литературу я тебе буду присылать очень красивые стихи наших поэтов и он мне первое что прислал это николай гумилёв жираф вот тогда и все и началось и я я могу а что это как с чем его едят я должен с этим сделать я же не учился никогда в русской школе сначала грузинская потом я на иврите потом в америке в германии но не в русском все будет хорошо просто читай и вот я две недели сидел и читал это стихотворение угодно что пришла музыка я говорю еще нет еще месяц пусть пройдет и вот прошел месяц я написал музыку и он гадбо мне нравится давай теперь так и будем ты будешь на моих концертах выступать я тебе каждый раз на новом на своем концерте буду давать что-то новое потом прислал леонида филатова потом прислал еще очень много красивых стихов и вот так потихонечку на его концертах я научился любить русскую литературу петь на русском а главное я узнал что такое русская публика потому что благодаря концертам я видел на что они реагируют как он их держит как он ведет свои концерты это могло быть это четыре часа он же мог держать четыре с половиной пять часов концерта его длились люди не уставали не уставали они не уходили плюс у меня еще программа с ним было 45 минут то есть получалось пять с половиной часов общего концерта и никто не уходил и я вместо того чтобы пока ждать мое выступление всегда выходил в зал и смотрел как он работает с публикой для того чтобы тоже научиться как держать и вот сейчас когда у меня концерты тоже по три часа проходят я знаю что никто не уходит потому что школа михаила задорного все таки есть учился у великих а сколько тебе получается было лет когда вы познакомились мне было 25 то есть достаточно в раннем в юном возрасте тебя приучали к такой поэзии к русской которая действительно глубока и да да я раньше не читал но ну и соответственно нет потому что просто учился на совершенно разных странах но потом все проникся и вот я здесь и это кстати то что я в россии это все это мое обещание когда перед перед смертью михаила николаевича я как раз был здесь в москве он он лежал в больнице я обещал он говорит зачем тебе эта германия бери семью переезжаю обещаю обещаю перееду жить в россию я переехал я бы и так переехал но я обещал шикарно шикарная история скажи мне пожалуйста вот у тебя 700 песен что ты с ними планируешь делать если у тебя какие-то уже альбомы там я не знаю уже сформированы ты как-то группируешь эти песни по тематике до какому-то смыслу сколько у тебя пластинок готовых спасибо большое что спросил есть у меня альбом и цвет любви сейчас вышел новый альбом за любовь вот буквально неделю назад был релиз нового альбома туда вошли 13 песен и будет следующий альбом будет кавказский альбом куда войдут песня папа правда без лица такие все мелодичные красивые песни доченька у меня есть песня от зари до зари точно восточный такой альбом а потом я очень хочу еще сделать мне прям нравится концу года всегда делать кавера по-новому у меня есть песня ветер перемен я перепел а снег идет это вот стали прям большими шлягерами вот когда открываешь соцсети и например идет снег всегда отмечают мою версию песни или ветер перемен поэтому концу года у меня есть еще планы сделать альбом именно переделанных старых русских песен какое огромное количество планов это здорово когда так а есть ли у тебя время допустим творить именно что-то вот просто просто когда муза приходит не 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 запланированно так бывает или у тебя все четко по планам и немецкий прагматизм тебя есть у меня это конечно но но музыку уже так не напишешь поэтому иногда просто вы пойду я сейчас что-нибудь напишу пишется но иногда просто лежишь или едешь например в машине бак мелодия пришла записываешь на диктофона потом делать что или в самолете я часто летаю иногда там люди которые рядом сидят думают чокнуты что ли я что-то напеваю держу диктофон и какую-то мелодию они все оборачиваются спокойно все хорошо пришла муза и потом все это муза через диктофон уже я иду в студии делаю ну что же дорогие друзья к сожалению время нашего звездного завтрака да 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 я только разогрелся я понимаю я вижу это что я хочу тебе сказать если у тебя будет что-то интересное происходить в творчестве ты не стесняйся приходи к нам еще очень мило с тобой мы побеседовали дорогие друзья спасибо огромное отправляемся отдыхать сегодня пятница значит мы вернемся только в понедельник с вами были марина дымова артем демин ну и наш замечательный гость брендом спасибо счастливо пока звездный завтрак на радио шансон